Реформу водительских экзаменов в России готовили на протяжении нескольких лет. И вот, наконец, новые правила вступают в силу с 1 апреля. Главное изменение – ликвидация этапа площадки. За инспекторами ГИБДД остается право проверять базовые навыки кандидата на закрытой территории. Но это не обязательно. Отныне практическая часть экзамена представляет собой только вождение в городе. Все элементы будут приниматься в городе, это неплохо. Но надо сказать, какие минусы. Например, на тяжелых категориях в условиях реального дорожного движения тяжело будет выполнить, скажем, элементы в плане парковки, в плане постановки транспортного средства. Особенно если мы проверяем, например, такую категорию, как СЕ – это грузовой автомобиль с прицепом. Вот это будет немножко тяжело. Впрочем, есть и другие изменения. Так, например, в практическую часть экзамена на категорию А вернулось непростое упражнение «габаритная восьмерка», в ходе которого проверяется умение мотоциклиста маневрировать в ограниченном пространстве на низкой скорости. Что же до автомобилей, то теперь помимо кандидатов в водители и экзаменатора, в машине может присутствовать представитель автошколы, общественные организации или другие курсанты. И это, по мнению экспертов, тоже хорошо. Станет проще оспаривать неудовлетворительные оценки. Дали возможность регулировать непосредственно на местах. Ну, скорее всего, скажем так, первые 2-3 месяца они покажут уже эффективность данной реформы и применение его уже непосредственно на практике. И хотя процедура экзамена изменилась, система оценок осталась прежней. В зависимости от серьезности допущенных нарушений курсанту, как и раньше, будут начислять 1, 3 или 5 штрафных баллов. Испытания заканчиваются результатом «не сдал», если кандидат в водители набирает 5 очков. ГИБДД привлекало очень много лиц из профессионального сообщества, которые давали свои рекомендации, которые тестировали, непосредственно, скажем, ко мне приезжали, у меня тестировали, некоторые элементы, которые сейчас введены, спрашивали мнения. Эти мнения в большей части учтены, тем не менее, скажем так, на сегодняшний день работа идет дальше. Теперь Министерству внутренних дел и рабочей группе предстоит скорректировать теоретическую часть водительского экзамена. Предполагается, что теорию перестанут сдавать в форме теста, чтобы курсанты не заучивали картинки с правильными ответами, а запоминали правила дорожного движения. Редактор субтитров А.Семкин